Полиция задержала водителя, который совершил смертельное ДТП в центре Киева. Тест-драйгер на месте трагедии не выявил наличие алкоголя в крови мужчины. Об этом в пятницу 30 октября сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Гераченко у себя в Facebook. По его словам, за рулем джипа Ленд-Робер находился в Юре 1954 года рождения. После содержания он дал показания. По словам мужчины, он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем. У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта, не находился ли он под действием наркотических или рекарственных препаратов. Тест-драйгер не показал наличие алкоголя в крови, но более точный результат даст анализ крови и мочи, сообщил он. Кроме того, следователи столичной полиции предъявят мужчине подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек. Дераченко напомнил, что правило ПДД запрещает управлять авто в состоянии болезни или усталости, если водитель находится под действием наркотических препаратов, которые снижают скорость реакции и внимания. Замминистра отметил, что дальше суд будет определять меру ответственности гражданина за то, что он допустил гибель двух пешеходов и ранее еще четверых. Напомню, на Майдане в Киеве произошло масштабное ДТП и дорожник промчался по пешеходной зоне, врезался в тополу пешеходов, а потом пораторанил 4 авто.